Рандаш, отвертка, плоскогубцы, кусачки. Рассмотрим установку двойной розетки, где в одной ее части будет электрический, а в другой – телефонный разъем. Для удобства монтажа провода должны выступать за пределы стены на 50-80 мм. Для строгой горизонтальности установки розетки используем уровень. Отмечаем по бокам места внутреннего крепления розетки. Вытащив провода, аккуратно их зачищаем. Современная проводка имеет три жилы и называется трехжильной, одна жила из которых – заземление. Внутренний блок розетки снабжен тремя клеммами, которым и подсоединяются эти три жилы. Проверив, чтобы провода не переплетались под коробкой, начинаем установку розетки согласно нашей разметке. Вкручивая винты справа и слева, внешние лапки, установленные на коробке, расходятся и упираются либо в бетонную стену, либо в пластиковую замурованную вставку, как в нашем случае. Поочередное закручивание винтов позволяет добиться ровной установки розетки. Для установки телефонной розетки нужно зачистить провода и подсоединить их к трем разъемам самой коробки, согласно обозначениям, нанесенным на лицевую сторону внутреннего блока. После подсоединения проводов, аккуратно закрепляем внутренний блок в стене, согласно нашей разметке. Объединить эти розетки нам поможет защитная двойная окантовка и лицевые панели. В современных двойных или одинарных блоках защитная окантовка защелкивается на внутренней коробке, а лицевые панели крепятся при помощи винтов, которые вкручиваются также во внутренний блок. Таким образом, всю конструкцию держат те самые лапки, которые мы затягивали поочередно. Розетка установлена. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...